Следующая новая глава, 48-я, Бабута, Вирмины Дайю Соли Хин, Вадду Афа, Вадда Афу Валь Масакин, глава о предостережении, или же предостережении о недопустимости причинения страдания праведным, слабым и бедным людям. То есть после того, как мы говорили Барак Луфикум о любви, признаках любви, сейчас же Барак Луфикум глава, в которой предостережение, то есть если мы узнали о тех, кого любит сегодняшний Аллах, вот эта глава, в ней предостережение о недопустимых причинении страданий тем, кого любит сегодняшний Аллах, насколько это страшно, насколько это ужасно. И я Барак Луфикум побуждаю, да, я знаю, слушать не будет, но все равно, очень внимательно послушать те аяты и хадисы, которые упомянут Хафид Науви, и послушать Шарх Шейх Мухаммад Ибн Соли Хусаймина, тем, кто любит заниматься такфиром, тем, кто любит заниматься джархом, тем, кто любит обвинять людей во всяких вещах, насколько страшными вещами вы занимаетесь. А те, кто обижает верующих мужчин и женщин верующих, незаслуженно понесут на себе бремя лжи и явного греха. Братья Всевышнего Аллаха сказал здесь, те, которые обижают верующих мужчин, слыша эти слова, братья, в них обращение кому? К сестрам, которые обижают Барак Луфикум, причиняя страдания своим мужьям. В словах и женщин верующих обращение к мужьям, которые причиняют несправедливо страдания и обижают своих жен. Он, знайте, что за все это вы понесете бремя лжи и явного греха. Второй аят, который упомянул Хафив на уве слова Всевышнего Аллаха. Что касается сироты, то не обижай его, что касается просящего, то не прогоняй его. Хафив сказал, что касается хадисов на эту тему, то их очень много. И из этих хадисов, хадис Абигурар, тот хадис, который был упомянут до этой главы от Абигурара, «Я объявлю войну каждому враждующему с тем, кто близок ко мне». То есть у нас приходил в главе о ласковом хождении с сиротой хадис Саада, которым говорит «Я абабакр лейнкун тахдаптагу фахат ахдаптаруба», где Проксусом сказал «Абабакру про бедных людей, если ты их разгневал, значит ты разгневал Господа своего». Мы этот хадис разбирали под номером 380. Это мы этот разбирали в главе о ласковом хождении с сиротой. Следующий 389-й хадис, братья Анджун, Дубибн, Абдилляр, Ради Аллаху Ангу, Каль, Каль, Расулла, Иссал, Салас, Масаля, Салят, Ассуб, Фагофи, Дима, Тиля. Проксусом сказал «Тот, кто совершает утреннюю молитву, братья Варг, Уфикум, ученые говорят, в некоторых реватах пришло слово в джамаате». То есть не просто утреннюю молитву, а где в мечети в джамаате. Фагофи, Дима, Тиля, он будет под защитой Всевышнего Аллаха. Фаля, Ятлюбан, Накум, Аллаху, Мин, Дима, Ти, Ибещай. И поэтому пусть никто не посягает на то, что находится под защитой Аллаха. То есть тот человек, Варак, Луфикум, который хочет опорочить какого-то требующего знания. Пусть задумается, Варак, Луфикум, а вдруг это требующее знание. Сегодня Фаджер Джамагати почитал. И я, получается, посягаю на то, что находится под защитой Всевышнего Аллаха. «А если кто-либо посягнет на то, что находится под защитой Аллаха, и Аллах пожелает наказать его, то обязательно накажет, а затем бросит его лицом в адский огонь на Суллах, Аляфа, Аляфия». Потом автор засмелся над ним Всевышний Аллах, упомянул хадисы, которые говорятся о причинении страданий верующим. «Из этих хадисов, те хадисы, которые были из хадисов, хадисы Абу Гурайры, «Я объявлю войну каждому враждующим с тем, кто близок ко мне». «Поэтому тот, кто враждует с кем-то из угодников Всевышнего Аллаха, Всевышний Аллах объявляет ему войну». «А тот, кто вышел на войну с Всевышним Аллах спонтанно, тот 100% будет что? В проигрыше». «Много бывает видов причинений страданий». «Как, допустим, кто-то причиняет страданий соседу». А мы говорили, сосед в первую очередь входит кто? Те, кто живут вместе с тобой. Тот, кто с тобой в одном доме, то есть муж для жены, сосед. Жена для мужа, сосед. Родителям, если живешь, ребенок для отца, сосед, сосед для ребенка, для матери, сосед. Потом уже тут соседи, которые живут за забором, за стеной и так далее и так далее и так далее. «Ваминга юзи сахибу» или же «причиняет страдания свою товарищу». «Ваминга майюзи манканам аху фил амали минал амаль». Тот, кто причиняет страдания тому, кто совершает с ним какие-то вместе дела. «Вэйлям якун байна гум садака». Даже если между ними нету дружбы. «Бель мудайяка», допустим, он притесняет его. «Вамаш бадалька» и совершает тому подобные поступки. «Кулюхаза хараму аль-ваджиба лямуслим аль-хадрумин». Все это является запретным и является обязательным для мусульмана остерегаться подобного. Это что касается Бараклауфикум 48 главы Баллаху Аля. «Бель мудайяка» и «Бель мудайяка».